На торжественной церемонии открытия соревнований по военному многоборью подвели итоги прошедших двух этапов кросс и пулевая стрельба с пневматической винтовки. Лучик стрелков и бегунов наградили медалями и грамотами, а команды – кубками и дипломами. На новом этапе Спартакеады участники соревновались в двух конкурсах – станции военно-спортивная эстафета. Юноши Ловко справились со всеми заданиями – отжимались, подтягивались, заряжали магазин патронами, собирали и разбирали автомат Калашникова. Причем с АК-74 в некоторых командах девушки справлялись так же ловко. Научилась я еще в школе, ну просто нравилось это как-то. Раньше не участвовала в соревнованиях, как бы в институт поступила, как бы начала участвовать, и ну мне нравится. Болельщики поддерживали участников команд на протяжении всего состязания. По мнению организаторов мероприятия, такие военно-спортивные соревнования воспитывают патриотизм у подрастающего поколения, пропагандируют здоровый образ жизни, подготавливают молодежь к военнослужбе. Я считаю, такие соревнования очень нужны для спортсменов, молодых. Они укрепляют патриотизм, силу, дух, соперничество между собой. По результатам этого этапа спартакиады жюри не смогли сразу определить победителей. Одна из команд нарушила правила соревнований. Итоговые баллы, набранные на состязаниях, пересмотрели. Среди вузов победителями стали студенты Анапского филиала университета имени Шолохова. Второе место за студентами Кубгау. Третье – Анапский филиал РГСУ. Призовые места студенты среднеспециальных учебных заведений распределили так. На первом месте команда Анапского колледжа «Сфера услуг». АИД взял серебро. Бронзу завоевали студенты Анапского сельскохозяйственного техникума. Алина Гумерова, Максим Логоши, Анапа. Регион. Алина Гумерова, Максим. Продолжение следует...